ПЕСНЯ Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. ПЕСНЯ Житие преподобного Сергия Радонежского. Чем были Антоний и Феодосий на юге России в XI веке, тем же в московском княжестве был преподобный Сергий в XIV веке. Это великий светильник иноческой жизни, благотворный и для жизни мирской. Благодарение Богу, скажем с Блаженным Епифанием, что даровал нам в земле русской такого старца, святого и преподобного Сергия. Благодарение Богу прибавим еще и за то, что жизнь богоносного Сергия описал искренний ученик его, собиравший сведения о нем со всем усердием. Родиной преподобного Сергия Радонежского был Ростов. Родители его были благочестивые бояре Кирилл и Мария. Еще прежде рождения его промысл Божий дал о нем знать, что это будет святая отрасль благочестивого корня. Раз Мария стояла вместе с женами во время литургии в храме, при чтении Евангелия вдруг вскрикнул младенец в чреве ее так громко, что слышен был голос другими. В начале херувимской песни вновь раздался младенческий голос по церкви, и мать ужаснулась. Когда священник возгласил святая святым, младенец закричал в третий раз, и мать, испуганная, начала плакать. Женщины захотели видеть младенца, и мать вынуждена была сказать, что младенец кричал не на руках, а в ее чреве. Благочестивый Епифаний в объяснении этого случая основательно указывает на пример Иоанна Предтечи и других святых, рождение которых было предзнаменовано необыкновенными событиями. Мать Сергия стала особенно внимательна к своему состоянию. Во все остальное время беременности своей она не употребляла ни мяса, ни молока, ни рыбы, ни вина, а питалась только хлебом и водой и молилась Богу. Родившегося сына назвали Варфоломеем. Скоро мать, а потом и другие, приметили в младенце дивную особенность, когда мать насыщалась тучную пищу, младенец не вкушал молока матери. То же бывало в среды и пятки. Сначала хотели объяснить это болезнью, но дитя не страдало. На седьмом году отдали Варфоломея учиться грамоте. Братья его, Стефан и Петр, учились хорошо, а Варфоломею не давалась грамота. Учитель наказывал его, товарищи смеялись над ним, родители увещевали. Варфоломей и хотел учиться, но учился с трудом. Сильно огорчалось тем доброе дитя. Раз отец послал его искать коней, и Варфоломей увидел в поле под дубом старца-чернорисца, который стоял на молитве и проливал слезы. Варфоломей кротко подошел и ожидал окончания молитвы. «Что тебе надобно, чадо?» спросил старец. «Я учусь, но не разумею грамоты», отвечал он. «Помолись за меня Богу, Отче Святый, чтобы мог я научиться грамоте». Старец с молитвою дал Варфоломею часть просфоры. «Не скорби», сказал он, «с этого дня Господь даст тебе разумение грамоты». Когда старец хотел уйти, Варфоломей пал к его ногам и просил посетить дом родителей. «Родители мои», прибавил он, «весьма любят таких, как ты, Отче». Старец с улыбкой и любви пошел с отроком в дом родителей его и был ими встречен с уважением. Они просили разделить с ними трапезу. Старец приказал Варфоломею читать псалмы. Смущенный отрок говорил, что не умеет он читать. Старец повторил приказание, и отрок, взяв от него благословение, начал читать псалтирь правильно и внятно. И он сам, и родители, и братья дивились, как хорошо он читает. За трапезой родители рассказали старцу, что было с матерью в храме. И старец, прощаясь, сказал загадочные слова, «Отроку надлежит соделаться обителью Святой Троицы и привести многих к разумению ее воли». Получив так нечаянно успех в учении, Варфоломей усердно стал ходить в храм Божий и читать Святое Писание. Спустя некоторое время он стал наблюдать строгое воздержание. В среду и пятницу не вкушал ничего, а в прочие дни довольствовался сухим хлебом и водой. Мать, предостерегая его, говорила, что тело его еще растет и имеет нужду в пище. «Не ты ли», отвечал сын, «сказывала мне, что я еще в колыбели постился, не должен ли я оберечься от грехов?» «Тебе только двенадцать лет», говорила мать, «тебе ли говорить о грехах своих?» «Мать моя», отвечал сын, «ты увлекаешься любовью ко мне». «Ты слышала, что никто не чист пред Богом, хотя бы он жил только один день». Варфоломей продолжал укращать тело свое воздержанием и трудами и трудами для хранения чистоты в душе и теле. Все это было в Ростове, но не там надлежало сиять светильнику Божию. Он перенесен в Радонеж обыкновенными путями дел человеческих. Отец его Кирилл был один из известных богатых бояр при дворе ростовского князя. Но он обнищал от разных бед. То путешествие в Орду вместе с князем, то голод страны, то нападение татар обессилели его. Кроме того, московский князь Иоанн Данилович, купив уделы белозерского и угличского князей, составлявшие некогда одно целое с ростовским княжеством, наложил руку свою и на сократившийся удел ростовского князя. Присланный им в Ростов воевода Василий Кочев поступал здесь с необузданным своеволием, налагал разные тяжести на богатых и обирал их без внимания к правде и любви. Наглость его простерлась до того, что он повесил вниз головой старшего ростовского боярина Аверкия. Эти насилия вынудили Кирилла вместе с многими другими выехать из Ростова. Они переселились в Радонеж, который отдан был князем Иоанном Калитой в удел младшему сыну князю Андрею и где обещались разные льготы желавшим поселиться. В Радоне же Варфоломей продолжал свои подвиги. Два брата его вступили в брак. Варфоломей же просил позволения вступить в иноческую жизнь. Помедли, говорили ему родители, мы стары, немощны и бедны. Некому послужить нам. Твои братья Стефан и Петр женились и заботятся о женах. Позаботься ты о нас. Ты хорошо делаешь, что стараешься угодить Господу, но твоя благая часть не отнимется у тебя. Проводи нас во гроб и тогда исполнишь твое доброе желание. Благодатный сын повиновался родителям. Прекрасный пример рассудительной любви родительской и послушания сыновнего. Кирилл и Мария не гасят в сыне святого желания его, не принуждают его связать себя с суетой мира, брачной жизнью, а только указывает ему на свои нужды, имея при этом в виду и его молодость, требующую еще испытания. Сын не следует примеру детей своевольных, ни во что не ставящих желания и нужды родителей. он чувствует достоинство своих намерений, но решается томить себя до времени неисполненными желаниями, чтобы покоить по возможности старость родителей. Спустя некоторое время Кирилл и Мария сами вступили в монастырь и, недолго пожив там, отошли к Богу. Варфоломей сорок дней молился при гробе их, питал нищих, служил панихиды, потом передал имение младшему брату Петру и решился исполнить давние желания сердца своего. Старший брат Стефан, лишась супруги, принял иночество в Ходьковском монастыре, где погребены и родители их. Варфоломей, желая глубокого уединения, убедил Стефана поискать удобнейшего места для жизни подвижнической. Они долго ходили по лесам, пока нашли в густом лесу место, удаленное не только от жилищ, но и от путей людских. В десяти верстах от Радонежа небольшой холм возвышается над окрестностями в виде маковки, почему и назван Маковец. Здесь-то пустынники и поставили себе келью, а потом небольшую церковь. Младший брат, покорный старшему, спросил, во имя кого будет освящен храм. Старший, напомнив Варфоломею о словах дивного старца, сказал, что храму следует быть посвященным в честь Святой Троицы. Тогда младший сказал, что такова же была и его мысль. Храм был освящен по благословению митрополита Феогноста. Призвав к себе игумена Митрофана, Варфоломей принял пострижение выночества с именем Сергия. Это было на двадцать четвертом году его жизни. Стефан вскоре перешел в московский Богоявленский монастырь. Вот Сергий в глухом лесу, на иноческом подвиге, без наставника, с одним Господом. Сколько браней надобно испытать ему, прежде чем окрепан силою Божией. Голод, жажда, холод, страх зверей, опасение погибнуть от скудости, уныние души, смущение и рассеяние мыслей требуют тяжкой борьбы и подвигов, чтобы душа не пала. А невидимые враги, когда примечают, что человек, расставшись с миром, усиливается проникнуть в область духовную, вступить в общение с силами святыми, вторгаются в область воображения его и начинают преследовать подвижника разными страхами. Так было и с ревностным подвижником Сергеем. Не раз во время ночной молитвы представляли самоустрашающие видения, грозившие ему гибелью, и слышался грозный голос «Беги отсюда, не надейся жить здесь!» Мужественный подвижник ограждался крестным знамением и бил ратников именем Иисуса. Смиренной, слезной молитвой укреплял он душу, и молитва низводила на него силу Божию. Что касается добраний с плотью, он приучил плоть свою к умеренности еще с юных лет. В пустыне же крепкие стояния на молитве, частые коленопреклонения, долгие пощения его кто и зачтет. по временам стада голодных волков рыскали около жилища его и выли по целым ночам. Другое время подходили к келье его медведи. В одиночестве Сергий вооружался молитвой против всех опасностей. Раз увидел он перед своей кельей медведя и, примечая, что он не столько свиреп, сколько голоден, сжалился над ним, вынес кусок хлеба и предложил ему пустынный обед на пне. Зверь полюбил доброго к нему пустынника, часто приходил к келье и ждал обыкновенного угощения. Преподобный каждый раз миловал зверя, делил с ним и последний кусок хлеба, оставаясь сам без пищи. Как благоуханный цветок, хотя и кроется в дикой траве, не может укрыться, так блаженный Сергий, хотя и скрывался от людей в глубине дикого леса, благоухание его святой жизни услышалось издали. Около трех лет оставался он в одиночестве, потом стали к нему приходить и просить позволения жить возле него. Он объяснял трудности пустынной жизни, но желающие уединения обещались терпеть все с помощью Божией. Мало помалу собралось к нему до 12 братьев, и каждый сам построил себе келью. В церкви ежедневно совершался круг богослужения. Для совершения литургии призывали со стороны священника, своего еще не было. Наконец пришел к ним на житие игумен Митрофан, тот, который постригал Сергия. Преподобный был рад ему, но ветхий старец прожил недолго и скончался. Сергий по смирению не думал принимать на себя игуменство. Он хотел вести жизнь скицкую. Примером своей жизни он управлял братьями. Он был первым тем, что был всем слуга. Он рубил дрова и носил кельем, молол рожь, пек хлеб, носил воду на своих плечах двумя ведрами и поставлял у кельи каждого. Братья видели в примере его много поучительного, но чувствовали нужду и в игумене наставники. Сообщая это чувство один другому, они собрались вместе, пришли к преподобному и сказали «Отче, не можем жить без игумена и желаем, чтобы ты был нам игумен, чтобы приходили мы к тебе с покаянием и, открывая грехи, получали наставление и разрешение. Надо б на и то, чтобы совершалась литургия, и мы от чистых рук твоих приобщались святых тайн». Сергий отказывался. Братья говорили, что для него и пришли в пустыню. Сергий сказал «Разойдемся теперь каждый в свою келью и помолимся Богу». Спустя несколько дней братья опять собралась к преподобному и умоляли его принять на себя игуменство. «Не мое дело совершать ангельское служение, мое дело плакать о грехах», говорил Сергий. Братья плакали и, наконец, сказали «Если ты не хочешь, пищись о душах наших, мы вынуждены будем оставить это место, пойдем блуждать как овцы, ты будешь отвечать за нас перед Богом». Какая прекрасная расприя! Смирение старшего сражается с любовью младших. в мирских обществах сражаются друг с другом за власть и производят расстройство в делах, расстройство в сердцах, губя себя и других жаждой власти. Как благотворен закон твой, Господи! «Желаю лучше повиноваться, чем начальствовать», сказал, наконец, Сергий, «Но, страшась суда Божия, поручаю дело воли Господа». Взяв с собой двух старших иноков, отправился он в Переславль к Афанасию, епископу Волынскому. Представ пред ним, Сергий просил назначить игумена для его обители. «Я слышал о тебе», сказал блаженный Афанасий, «Тебя избрал Господь, ты будешь игуменом обители Святой Троицы». Еще пытался Сергий отклонить от себя дело, тяжелое для смирения, но блаженный пастырь сказал, «Ты не имеешь послушания», и тем обезоружил его. Сергий посвящен был священника и игумена. Приняв начальство, немногими словами он учил братью, но когда учил, слово его исполнено было силой и жизни. Каждый день благоговейно совершал литургию, на каждое молитвословие являлся в храм первый, делал свечи и приготовлял просфоры, не дозволяя в этом труде никому участвовать. В начале игуменства около трех лет число братья не превышало двенадцати, так что новый брат поступал по смерти одного из бывших. Первый, поступивший сверх того числа, был смоленский архимандрит Симон. Он явился с усердием быть в послушании у Сергия, и Сергий принял его. На его значительное пожертвование построен был более просторный храм Святой Троицы. С того времени число братьев возрастало. Преподобный, прежде чем постригал нового брата, приказывал ему знакомиться с братьей и привыкать к монастырскому уставу. Одного одевал он затем в рясу, другого же облекал мантией иноческой. Положено было за правило для всех, чтобы после вечерней молитвы братья не ходила из кельи в келью за исключением крайней нужды и не проводила времени в разговорах, а каждый в келье своей занимался бы молитвою и рукоделием. Преподобный по совершении келейной молитвы обходил тайно все кельи братья. Если слышал в какой-либо келье про разнословящих ударял в дверь или окно, чтобы прекратили беседу, а наутро призывал к себе в келью и приводил в сознание, если же кто упорствовал, строго обличал. Другим правилам положено было не посылать никого из братьей для сбора подаяний на обитель, какой бы не встретился недостаток в обители. Правило тяжелое для выполнения, особенно пустынником Сергия. Более пятнадцати лет к его отшельнической пустыне вела только тропинка по лесам. Позже стали в окрестностях кое-где селиться земледельцы. Только тогда проложена была дорога мимо монастыря от Москвы в северные города. Однако и во времена преподобного Никона леса были еще так глухи, что по рекам ловили бобров. В такой глуши мало кто мог посетить пустыню Сергия и принести что-нибудь. Но Сергий веровал Богу, верую твердой, испытанной скорбями, и по вере его было с ним. Случалось, что недоставало вина для литургии, ладана для кождения и воска для свеч. Тогда зажигали березовую и сосновую лучину и при таком освещении совершали утреннюю. В обители Сергия такая была нищета, такое нестяжание, что и книги писались на бересте. Случилось, что у самого игумена не было ни хлеба, ни соли, и во всей обители была крайняя скудость. Один раз три дня провел игумен без пищи и на рассвете четвертого пошел к брату Даниилу и сказал, «Я слышал, что ты хочешь пристроить сени кельи. Построю я тебе их, чтобы руки мои не были без дела. Это недорого будет стоить тебе. Мне хочется гнилого хлеба, а у тебя он есть». Даниил вынес куски гнилого хлеба, лежавшие у него. «Побереги», сказал Сергий до девятого часа. «Я не беру платы, не работав». Он принялся долбить столбы, тесать доски и к вечеру построил сени. Даниил вынес ему гнилые куски. Сергий помолился, благословил предложенное и с одной водой, даже без соли, кончил обед свой. Братья крепились в терпении, смотря на пример наставника. Наконец ослабели и стали роптать. «Мы умираем с голоду», говорили немощные. «Ты не дозволяешь ходить за милостынею, но завтра пойдем отсюда, каждый в свою сторону и больше не возвратимся». Преподобный собрал всех и убеждал не ослабевать в искушении, указывая на заповедь Спасителя, прежде всего искать Царствие Божие, обещавшую усердным искателем Его неспослание всего нужного для жизни, верую, сказал он, наконец, что Бог не оставит живущих здесь». И действительно, в это самое время услышали, что кто-то стучится в ворота обители. «Привратник в отверстии увидел, что привезено множество хлебов». В радость он прибежал к преподобному. «Отче», говорил он, «привезли множество хлебов, благослови принять». Святой велел впустить привезших хлебы. Он пригласил всех в трапезу, а прежде того отслужил благодарственный молебен. Во время трапезы указал немощным на опыт промышления Божия. «А где же те, кто привез дар?» спросил. «По приказанию твоему мы приглашали их в трапезу и спрашивали, кем посланы они. Они отвечали, что прислал их один человек, любящий Христа, а им еще надобно спешить исполнять другое поручение, так говорили иноки. «Видите, братья, сказал Сергий, Господь не оставляет нас, будем подвязаться, не ослабевая». «Видите, не оставляет собрали седьмое, и не забуде яблоне, поддерживая счастье, если посвящает шаг твоим Семьи преподавания, Отче, Ай! И другое было испытание терпения для учеников Сергия. Не было не только в обители, но и вблизи нее воды. Надобно было ходить за ней далеко под гору. Братья не раз жаловались на недостаток воды. Наконец, стали сильно роптать. «Для чего на таком месте ты создал обитель?» – говорили Сергию. Сергий отвечал, «Я хотел один безмолвствовать здесь». Богу угодно было устроить здесь обитель. Но, – прибавил он, – если угодно было ему поставить здесь монастырь, то подаст он и нужную для него воду. Затем обратился он с молитвою ко Господу, и по его молитве потекла вода там, где ее не было. Этот источник братья долго называли Сергиевым, но смиренный Сергиевым запретил так называть его. Раз в глубокий вечер молился преподобный о братьи своей обители. Внезапно услышал он голос «Сергий!» Сотворив молитву, отворил он окно и увидел необыкновенный свет с неба. «Сергий! Господь услышал молитву твою о чадах твоих. Посмотри, какое множество иноков собрано тобою во имя Святой Троицы!» Преподобный увидел множество прекрасных птиц, летавших не только в обители, но и вокруг нее. Так, – продолжал голос, – умножится число учеников твоих, «После тебя не оскудеют последующие стопам твои». Преподобный в удивлении и радости позвал к себе Симона, и тот еще успел видеть некоторые остатки явления. Спустя некоторое время пришли к преподобному посланные от Константинопольского патриарха и принесли ему на благословение крест, параман и схиму, а также послание. «Не к иному ли вы посланы?» – сказал смиренный Сергий. Дав им покой, сам отправился к митрополиту Алексию с донесением. Патриарх писал «Божией милостью, архиепископ Константинограда, вселенский патриарх Кир Филофей, о Святом Духе, сыну и сослужителю нашего смирения Сергию. Благодать и мир, и наше благословение да будет с вами». «Мы слышали о добродетельной жизни твоей и очень одобрили ее, но одного недостает тебе – общежитие». «Что же повелишь, святый владыко?» – спросил Сергий блаженного Алексия, когда они выслушали послание. Митрополит со своей стороны также советовал устроить полное общежитие. Преподобный так и поступил. Он построил здания, нужные для общежития, распределил общежительные должности, положил всему быть общему и запретил иметь собственность или называть что-нибудь своим. Когда таким образом довершилось устроение обители, то число учеников возросло, и в обители водворилось изобилие. Преподобный ввел тогда в обители принятие странников, питание нищих и подаяние просящим. Об этом учреждении сказал он ученикам своим. «Если без ропота будете сохранять это установление мое, то по смерти моей обитель распространится, и многие годы стоять будет благодатью Христовою». Казалось, что после этого обитель Серьгиева со всех сторон стала безопасна от превратностей. Но внезапно поднялась буря из-за людских слабостей, и буря едва не лишила обитель ее хранителя. В один субботний день святой Сергий стоял в алтаре, совершая вечернюю службу. Брат его Стефан, который опять пришел в обитель, стоял на левом клиросе. «Кто тебе дал эту книгу?» спросил Стефан канонарха. «Игумен», — отвечал тот. «Кто здесь Игумен?» — с гневом сказал Стефан. «Не я ли первый основал это место?» и прибавил к тому другие жестокие слова. Преподобный слышал все это в алтаре. Ему понятно было, что здесь излилось тайное негодование многих на новый порядок обители. По недовольству общежитием некоторые тайно удалились из обители Сергеевой, другие не желали больше иметь Сергея Игуменом. Преподобный, предоставляя своевольных их совести, по окончании вечерней службы не пошел в келью, а удалился из обители. Лучшие иноки встревожились этим, но думали еще, что Сергий возвратится, но ожидание не исполнилось. Некоторые отправились к святителю Алексию и умоляли его возвратить им Игумена. святитель хорошо знал, как нужен Сергий для обители Святой Троицы. Видел он и то, как тяжело огорчили блаженную душу своевольные иноки, возмутившиеся против отца своего и против патриарха. Святитель отправил почетное посольство к Сергию, двух архимандритов. Посланные от имени святителя сказали Сергию, «Поставь, кого знаешь, строителем в новой пустыне. Сам же возвратись в прежний монастырь, чтобы не скорбели любящие тебя о разлуке с тобой, о непокорных и злостных выгони из монастыря». «Скажите господину моему митрополиту, отвечал Сергий, что все, исшедшее из уст его, принимаю, как исшедшее из уст Христовых». И, сделав некоторые распоряжения в новой пустыне, возвратился в обитель святой Троицы. Встреча возвратившемуся Сергию была торжеством добра над злом. Ученики, поспешив навстречу учителю своему, целовали руки его, ноги, саму одежду. Он также радовался за детей своих. Вскоре после возвращения блаженный Сергий был болен до того, что опасались за жизнь его. Он пролежал больным с Великого Поста до октября. «Пусть не удивляются тому, говорит при этом летописец, что праведникам посылаются скорби и болезни. Многими скорбями подобает в нити в Царствие Небесное». Впоследствии, в утешение Сергию, при борьбе с недовольными общежитием, патриарх вновь прислал свое послание. Он называл привычный образ жизни русских иноков жизнью мирских людей. Напротив, введенное Сергием общежитие, называл делом высокой духовной мудрости и предложил наставление о необходимости и достоинстве послушания. Блаженный митрополит Алексий, видя близость свою к смерти, призывает преподобного Сергия и приказывает принести золотой крест для него. «Прости меня, святый владыка», сказал, поклонясь Сергий. «В молодых летах не носил я золото, тем более в старости надо мне оставаться в нищете». «Знаю», сказал святитель, «что такова была всегда жизнь твоя, но окажи послушание и прими дар сей в благословение». Сказав это, он возложил своими руками крест на Сергия. Затем святитель объявил преподобному, что, чувствуя свою немощь старческую, желает он назначить достойного преемника себе и избирает его сообразно желаниям великого князя, поэтому намерен посвятить его в епископа. «Прости меня, владыка святый», отвечал Сергий, «ты не найдешь во мне, чего ищешь. Я самый грешный и хуже всех». Долго святитель склонял Сергия принять великий сан. Смиренный и прозорливый труженик отказал решительно. «Владыка святый, если не хочешь прогнать меня от твоей святыни, не говори о том моей худости». Святитель желал видеть Сергия преемником своим особенно потому, что великий князь, увлеченный пристрастием к своему казначею Митяю, желал недостойного Митяя видеть митрополитом в Москве. До этого патриархом уже посвящен был митрополитом всея Руси Киприан, а перед волей патриарха благоговели и Алексий, и Сергий. При таком положении дел, как видел богомудрый Сергий, принять предлагаемый сан значило увеличить церковные смуты или принять на себя очень тяжелое дело умиротворения сильных смут. Глубокое смирение не приняло на себя и этого, потому-то Сергий так решительно отказался от высокого сана. Все, что он мог принять на себя для блага церкви, состояло в том, чтобы убеждать великого князя принять Киприана. Он так и делал, выставляя на вид и то, что разделение митрополии русской, желаемое князем, вредно для святой церкви. Но князь не послушался богомудрого Сергия. По смерти Алексия, Митяй не замедлил облечься в одежды святительские, даже не посвященные митрополита, и грозил разорить обитель Сергия. Смиренный Сергий, услышав угрозы гордого, сказал Митяй, «Не только не получит сана, но и не увидит царьграда». Мир видит в пустынниках людей, бесполезных для общества, думая, что он-то со своей волей, он-то со своим умом, он-то со своими шумными уставами и есть единственный благотворитель общества. Но мир не понимает значения нравственных сил для общества, не знает ни силы молитвы, ни обширности зрения духовного. В это время Божиим попущением один из ханов татарских, нечестивый Мамай, гордый и грозный повелитель Орды, двинул не только свои, но и наемные полчища против Руси. Великий князь Дмитрий Иоаннович в опасениях перед грозным бедствием пришел к преподобному Сергию и спрашивал, идти ли ему против сильного и грозного врага. Преподобный, совершив молитву, сказал князю, «Так как гордый Мамай отвергает предложение любви, то иди, государь, против нечестивых, они унижены будут, а за тебя Бог правды». Великий князь, тревожась вестями о приближении Мамая, хотел поспешить в Москву. «Не тревожься, князь», спокойно говорил преподобный, «покушай монашеской трапезы с молитвой, Господь сохранит тебя для вечной славы, а с подвижником твоим готовы венцы страдальцев». Сергий отпустил с ним двух иноков своих, Александра Пересвета и Андрея Аслябю, облеченных в схиму. Первый был когда-то боярином брянским, и оба были храбрыми и опытными воинами, а теперь горели желанием положить жизнь свою за веру христианскую. Великий князь, выступив в поле против татар, отважно перешел Дон, но другие князья все еще колебались сомнениями. Неожиданно явился к Дмитрию Иоанновичу, посланный от преподобного с богородичной просворой и посланием. Преподобный писал, «Иди, иди смело, князь, надеясь на помощь Божию». Это воодушевило мужеством князя и его сподвижников. На берегах Непрядвы произошло кровопролитное сражение. Послушник преподобного Пересвет мужественно вступил в бой с татарским великаном Тимир-Мурзою, гордым своею силою и ростом, и оба пали мертвыми. Над Мамаем была одержана полная победа. Преподобный во время битвы, стоя с братьею на молитве, к утешению их говорил об успешном ходе битвы и о мужестве великого князя. Он сказал и о решительной победе и даже наименовал павших в битве, за которых принес молитву. Великий князь, возвратясь с победой, благодарил преподобного за советы и молитву и с восторгом исповедал милость Божию над Руссью. И это не был единственный опыт любви к святой отчизне в пустынном Сергии. Так святой игумен отправился пешком в Рязань убеждать беспокойного князя Олега прекратить кровавую вражду против великого князя. Уже не один посол отправлялся с тем же поручением к Олегу, и Олег не хотел слышать о мире. Преподобный смягчил сердце Олега, и он заключил мир с князем Дмитрием Иоанновичем, скрепленный потом и семейным союзом. При умножении братьев случилась скудость в обители Сергия. Сергий не оскудевал в надеждах на Господа. Он возрастал более и более духом и был уже великим перед Господом. Глубокую ночь Сергий пел перед иконой Богоматери Акафист и молил Небесную Царицу, да призрит она на обитель его. По совершении правила сел он отдохнуть. Но вдруг сказал ученику своему Михею, «Бодрствуй, чадо! Мы будем иметь чудное посещение!» Едва произнес он эти слова, как услышан был голос, «Пречистое грядет!» Святой Сергий поспешил из кельи в сене, и его осиял великий свет ярче солнечного. Он узрел Богоматерь, сопровождаемую апостолами Иоанном и Петром. Сергий пал на землю. Пресвятая Богородица коснулась его и сказала, «Не бойся, избранник мой! Молитва твоя об учениках твоих и о мести этом услышана. При тебе и после тебя неотступно буду от обители твоей и буду покрывать ее». Сказав это, стало невидимо. Святой, придя в себя, нашел ученика своего от страха полумертвым. Он поднял его. «Скажи, отче!» спрашивал несколько пришедший в себя Михей. «Что это за чудное видение? Душа моя едва не разрешилась от тела». Но Сергий не мог еще говорить. Только лицо его сияло радостью. Спустя минуту велел он призвать двух благоговейных иноков Исаака и Симеона и рассказал им, что было. Все вместе совершили они молебное пение Богоматери. Святой же всю ночь пробыл без сна, размышляя о милости небесной. Благодать Божия, видимо, действовала через Сергия на вразумление людей. Как-то серпуховской князь Владимир послал своего боярина привезти снеги для трапезы братья и монастыря. Боярин дорогой потреблял в пищу то, что велено было доставить в обитель. Прозорливый Сергий кротко сказал боярину, что без благословения не надо было касаться пищи. Один из живших вблизи обители Сергиевой лежал в жестокой болезни, так что целых двадцать дней не ел, не спал. Братьям его пришла добрая мысль, что если столько чудес совершает Господь рукой святого старца, не умилостивится ли он и над ними. Они принесли больного к старцу, Сергий окропил его святой водой, и тот почувствовал облегчение, а потом, заснув крепким сном, встал здоровым. По видению небесному прекрасные птицы порхали в обители Сергия и вокруг нее. Под руководством великого наставника действительно возросли дивные ученики. Одни из них оставались до гроба в обители Сергия, другие основали обители в разных местах. Первыми сподвижниками Сергия в тяжелой отшельнической жизни были Василий Сухой, пришедший из берегов Северной Двины, Иаков, служивший безответно пустынником, Анисим, престарелый диакон, служивший привратником еще плохо огражденной обители, Симон Архимандрит, променявший власть на звание послушника Сергеева и удостоенный славного видения об учениках. Исаак был любимым учеником Сергия. Преподобный желал поставить его начальником кержачской обители, Но тот упросил у Сергия благословения быть молчальником. «Завтра, — сказал ему на просьбу Сергий, — когда совершим божественную литургию, благословлю тебя». И на другой день, осенив его крестным знамением, сказал «Господь да исполнит твое желание». Исааку показалось, что какой-то пламень, но не палящий, Ишшел из руки преподобного и объял всего его. Раз преподобный Сергий совершал литургию, молчальник Исаак стоял в церкви и увидел в алтаре кого-то сослужащего Сергию в светлых одеждах. На входе с Евангелием тот шел вслед за Сергием, и лицо его сияло таким сильным светом, что Исаак не мог смотреть на него. Чудо разрешило ему уста, и он спросил благоговейного Макария, «Кто это?». По окончании литургии оба ученика умоляли учителя сказать им, кто служил с ним. И Сергий открыл, что это точно ангел, который служит с ним всегда. Симеон, екклесиарх, подобно как Исаак и Макарий, был соучастником в видении тайн духовных. Он видел небесный огонь на святом престоле, когда Сергий совершал литургию. Ученики Сергия основали множество обителей в разных местах России. Известны святые божии Феодор Симоновский, Андроник Московский, Мефодий Пешножский, Савва Звенегородский, Авраами Чухловской, Сергий и Павел Нуромские. Афаназий основал в Серпухове Высоцкий монастырь, а Никита в Боровске Высокий монастырь. Григорий – ученик, первый настоятель Галутвина монастыря в Коломне. За шесть месяцев до кончины преподобный, призвав братью, поручил ее управлению ученика своего Никона, а сам вступил в совершенное безмолвие. В сентябре месяце почувствовал он болезнь, призвал снова братью и дал им последнее наставление. Перед самым исходом души Сергий приобщился святых тайн и предал чистую душу свою в руки Божии. В минуту разрешения души от тела небесное благоухание развелось в келье, и лицо преподобного, образ чистой души, было чисто и светло. Молитвами преподобного Сергия Радонежского «Господи Иисусе Христе, Божий наш, помилуй нас!» «Господи Иисусе Христе» 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 Продолжение следует...